По официальным данным Министерства здравоохранения, в результате вооруженного вторжения таджикской стороны с 16 по 17 сентября в Баткенской области погибли 62 кыргызстанцев, 40 из которых военнослужащие, более 70 военных были ранены. «Если от твоей жизни зависит исход чего-то большего или беззащитного, если твоя жизнь дана тебе для счастья других, ты герой». И эти красивые слова будто написаны именно для Гульджигита Бектенова, уроженца Нокенского района Джалабадской области. В свои 27 лет Гульджигит совершил поистине героический поступок. Выполняя боевую задачу в Лелекском районе 16 сентября, военнослужащий специального подразделения Бюрю, попав со своим отрядом в окружение, приказывает солдатам покинуть позицию, а сам остается для отключения внимания. Бекмырза Шарабидинуулу героически погиб 16 сентября, защищая родину от агрессора. Уроженцу села Джанарых Нокенского района 9 октября исполнилось бы 26 лет, но до своего дня рождения он не дожил. «Мой сын оставил меня в этом горе. Я ждала его свадьбы, но сижу на его похоронах. Я мечтала увидеть внуков, но все мои мечты обернулись в какой-то кошмар. Мой сын всегда говорил, что он у меня есть, что он смысл моей жизни, а теперь без моего сына моя жизнь потеряла всякий смысл. Отважный солдат погиб, защищая наш народ и нашу землю. Бекмырза выполнил свой долг и погиб как герой. Примите мои соболезнования от имени президента и от меня лично. Память о Бекмырзе всегда будет в наших сердцах». Следующий герой – Нурсултан Джанебеков. Уроженец села Оттук Нарынского района с малых лет мечтал быть военным. Ему было всего 28 лет. В памяти отца Нурсултан останется смелым и решительным человеком. «Мой сын погиб, защищая родину. Был упрямым. Планировал в этом году жениться. Теперь мы его потеряли». Ну а 29-летнего Элемана Ураимова в народе уже прозвали современным Чулпумбаем. Сравнили его с легендарной личностью, который в ожесточенном бою своим телом закрыл вражеский дзод, неспроста. Выпускник Бешкекского военного института и Кыргызского национального военного лицея имени Дайра Санова подорвал себя гранатой, чтобы остановить врагов, забрав с собой шестерых таджиков. Он очень любил свою работу. Душой и сердцем переживал за свою родину. Неважно, днем или ночью, в любой момент он был готов встать на защиту своей земли. Всегда трудился усердно, не покладая рук. Старший лейтенант Бекут Алмаз Улуб пошел по стопам своих родителей и стал военным офицером. В детстве его главной мечтой было охранять границы. Несмотря на то, что ему исполнилось всего 26 лет, он останется в памяти народа как храбрый защитник родины. Получил ранение в результате событий на Кыргызско-Таджикской границе в Баткене и лечился в национальном госпитале. За отважную службу он был награжден медалью Эрдик. В последнее время служил в отряде специального назначения Берю. Кто знал, что он покинет на 100 крана? Он очень любил свою работу. Душой и сердцем переживал за свою родину. Неважно, днем или ночью, в любой момент был готов встать на защиту своей земли. Эта война забрала жизнь моего сына. Жить с мыслью, что его больше нет, невыносимо. Ведь он был такой молодой. У него все было впереди. А сейчас что? Одна пуля врага оставила нас без сына. Умарбек Курманбеков также погиб, выполняя свой воинский долг от внезапного вооруженного нападения таджикских войск. 18 сентября ему исполнилось 20 лет. Он был старшим из двух братьев в семье. Умарбека Курманбекова призвали в армию в сентябре прошлого года. Он служил на границе в пограничной заставе в войсковой части 2022 Капчеев Батхенской области. Служить ему оставалось три дня, и он вернулся бы домой. В последний раз он позвонил мне и сказал, отец, я звоню, потому что захотелось поговорить. Мы обсудили кое-какие вопросы. Он говорил, что в сентябре приедет вместе с друзьями к нам домой. Мы были так счастливы, узнав, что он вскоре вернется. А тут такое случилось. Я потерял сына. В прошлом году 19-летний Нурислам Карыбеков ушел в армию. Служил в отряде специальной подготовки бюрю в Лилекском районе Батхенской области. По словам близких, защитник родины должен был вернуться домой через несколько дней живым. Я спрашивал у его сослуживцев, как это случилось. Они сказали, что таджикские солдаты ранили Нурислама, но у него даже в мыслях не было отступить. Он сражался до последней капли крови. Мой сын по натуре был смелым и отважным юношей. Жители Сузакского района будут гордиться своим земляком, 22-летним Даниэлем Малашевым, который также погиб от вражеской пули, защищая свою землю и свой народ. Он был средним из трех детей в семье. Военная служба Даниэля закончилась 11 сентября. Хотя он мог вернуться домой, молодой мужчина продолжил защищать свою родину. Он погиб в перестрелке с таджикскими солдатами. Родители предлагали ему пойти в армию на месяц, но он захотел полноценно отслужить год. Несмотря на то, что он был единственным сыном в семье, он пошел в армию, а до этого получил высшее образование. Среди погибших числятся не только пограничники, но и военнослужащие внутренних войск МВД, среди которых уроженец Баткенской области Манас Батрбеков. Его родители воспитали в нем отважного человека, отдавшего жизнь за родину. Все 40 погибших военнослужащих Кыргызстана являются примером патриотизма. Это ребята, которые, как оказалось, отличались безграничной любовью к родной земле и народу. Это те, кто своим поступком воодушевляет тысячи ребят служить своему отечеству и беречь ее до последних сил. Герои, благодаря которым и растет престиж военной службы. Коллектив «Алато-24» вместе со всеми кыргызстанцами преклоняет колени перед всеми погибшими военнослужащими и с благодарностью и глубоким уважением будет вспоминать их героические поступки. Ведь они отдали свои жизни за будущее Кыргызстана. Кыргызстана 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 Кыргызстана